Всем здравствуйте! Сегодня у нас замечательная возможность пообщаться с председателем Союза Женщин Хабаровска. Уникальность этого в том, что в России всего пять таких союзов городских. Альбина Михайловна Коровина у нас в студии. Альбина Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Вы также председатель Совета политических партий и общественных организаций при мэрии города. Но сам факт, что всего общественных организаций в России таких пять, меня достаточно удивил. Как так получилось? Я бы хотела маленечко поправить. Пять входящих в Союз Женщин России. По России-то много городских, районных женсоветов. Их больше 80. 85. Но городские союзы не входят в Союз Женщин России. Только пять городских союзов входят в Союз Женщин России. А вот оно в чем дело. И в чем же заключается самая главная задача? Союз Женщин России очень мощная неправительственная общественная организация, которая решает многие вопросы, представляет интересы женщин в органах власти, продвигает наши интересы. Интересы семьи, детства, материнства, сегодня и отцовства. Очень много готовится предложений на законодательном уровне. И благодаря Союзу Женщин, поддержке Союза Женщин, рекомендации Союза Женщин, мы создали здесь Совет Отцов в городе Хабаровске. Хотя Советы Отцов работают во многих регионах уже давно. Ну хорошо, в Союзе Женщин. Много ли вас там таких сильных, судя по всему, сильных? Ну, активных женщин входит 85 человек. Активных. Но мы представляем, даже наше название говорит о том, что мы представляем всех женщин города. И вас, Марьяна, тоже. Проводим мероприятия для многих женщин. И в зал у нас совмещает 300 человек, то мы всех приглашаем. И решаем проблемы. Если мы решаем проблемы одной женщины, то они касаются всех женщин. Подобные вопросы у остальных? Конечно, подобные вопросы. Какие? Вы знаете, проблемы семьи, воспитания детей, проблемы детских садов. Вот я хотела бы остановиться на проекте, который проходил с 6 по 8 апреля. В начале апреля, в рамках международной выставки. Да, мы много лет принимали участие. Мы были основатели, можно сказать, при открытии этой ярмарки, выставки. Это был 96-97 год, когда мы... Дом «Семья традиции» называется, да? Это сейчас дом «Семья традиции». А раньше называлось 10 лет подряд, проходила ярмарка «Бабье лето», где принимали участие активно женщины, производящие продукцию сами, либо руководившие предприятиями сами, либо женщины разных профессий принимали участие, врачи, учителя. И мы, городской союз женщины, очень много лет большое внимание уделяли развитию женского бизнеса. Мы обучали женщин. Сейчас больше переключились на семью. Вот нас эта тема тоже очень интересует. Мы постоянно над этой темой работаем. И вот этот проект «Дом «Семья традиции»» мы с российским детским поддом, с Хабаровским отделением тоже приняли участие и три дня были на выставке. И кто оказывал консультации? Вы знаете, значит, получилось так, что мы там для деток проводили мастер-класс. Это наш член нашего союза, представитель регионального отделения российского детского фонда, Суркова Елена Валентина, она с детками работала. А мы провели встречу с молодыми мамами, которых интересовали разные вопросы. Ну, это было типа, можно сказать, пресс-конференции, что ли. Она была незаорганизованная такая, свободная, интересное общение с чаем. Ну, больше задавали женщины вопросов. Такие, ну, как построить гармоничную семейную жизнь. У меня спрашивали, как у старшей женщины, у более опытной. Опытной? Да, интересовались, как я замуж выходила, как детей воспитывала. Говорю, у меня пятеро внуков, у меня уже три правнучки. И у меня дети выросли не постоянно при моей заботе, потому что я всю жизнь в делах, в работе. Но для меня главные две темы, это самые главные, я их не делю. Это работа, это семья. Сегодня женщины вот эти проблемы, можно сказать, делят. Либо женщина деловая и семью не заводит. Сегодня ребенок один, дети один, это норма. Либо женщина семейная, и в конечном итоге она не занимается своей карьерой, работой. И тоже не всегда у ней такой хороший в ее жизни результат, потому что муж недооценивает ее. Ты не занимаешься делами, а только не ценит ее домашний труд. То есть нам, женщинам... Потому что нарушен баланс. Да, баланс. Тут вот этот золотой баланс. А Бог придумал гармонию, и надо вот эту гармонию в ней быть умело. Альбина Михайловна, ну все же, вот более такие формальные вещи давайте обсудим. Вот приходит к вам женщина с проблемой. Например, возможно, она, ну не знаю, не резидент Российской Федерации или еще что-то. Как устроить ребенка в детский сад? Вот это все на уровне бесед заканчивается? Или вы берете эту проблему на карандаш? Все-таки вы, в том числе, и председатель Совета политических партий при мэрии. И доводите это дело до конца? Или все поговорили, разошлись, а как там у них там далее? Вы знаете, по-разному бывает. Если вспомнить нашему союзу, 27 лет. Из них уже 22 года я председатель этого союза. И несколько наша работа поменялась. Мы в союзе женщин были в те годы одни-единственные, которые решали все проблемы, не имея никакого административного ресурса. Но тяжелое было очень время. Но, учитывая нашего главу, нашего города, Александра Николаевича Соколова, ему большое спасибо, мы всегда находили у него поддержку. И постепенно те акции, мероприятия, конкурсы, которые проводил союз женщин, ничего не имея, никакой базы, они постепенно переросли в общественно-государственные, общественно-муниципальные мероприятия. Все сегодня стали, муниципалитет выделяет деньги. Вот наши первые акции были, это «Лучший парикмахер». Сейчас муниципалитет проводит деньги, выделяет. «Лучший швейный», «Мастер швейного дела», «Выставка цветов», «Конкурс «Лучший отец года».» Все сегодня стало. Власть в стороне не остается? Нет, союз женщин всегда поддержку находит. Администрация не осталась и в стороне? Нет. Что касается конкурса «Хранитель истории», и вы ни много ни мало, 9 лет член комиссии. Да. Расскажите об этом конкурсе. Вы знаете, он сегодня настолько престижный в городе. У нас же много разных конкурсов и званий. Но многие хотят получить вот это звание. Больше 20 всегда бывает участников этого конкурса в этом году. На конкурс подал документы человек, бывший оператор, режиссер. Это Альберт... Самойлов. Самойлов, да. Он сохранил, я говорю, где вы все это храните? Все оборудование, которое он использовал в своей работе, у себя дома, на даче, у друзей, потому что... Конечно, у него колоссальный опыт, и он очень этим дорожит. Да, очень всем, да. Но я хотела бы еще сказать о том, что мы, Союз женщин, в городе Хабаровске, мы вышли к мэру со своей инициативой. Написали, можно сказать, такое слезное письмо Александру Николаевичу, что хотим провести... Женщины это умеют. Да, да. Камерную встречу с женщинами, чьи профессии помогают сохранять историю города Хабаровска. Это профессии, которые находятся в тени общественного мнения, незаметны. Это рядовые работники музеев, архивов, архивисты. Есть писатели, экскурсоводы. Вот мы хотели их роль показать. И Александр Николаевич поддержала, и мы запланировали на конец мая месяца провести эту встречу. Альбина Михайловна, если все-таки вернуться к тому, что родители, мама – это для нас пример, даже если она очень часто отсутствует, командировки, активно в работе. Есть такой потрясающий проект, я могу так правильно ли выражать, клуб читающих семей, правильно? Да, вот мы недавно выбрали грант. И он даже получил грант. Да, да. Расскажите о нем. Да, у нас возникла такая проблема, она постепенно возникла, что дети наши увлекаются больше гаджетами, ну, ведут виртуальную такую жизнь, компьютеры, мало общаются, мало читают. Общаются с помощью гаджетов от запов. Вот сегодня новые технологии. Все-таки вернуться, приобщить детей к книге. У нас есть детских библиотек, 10 в городе. Ну, учитывая, я приехала с очередной конференции Союза женщин России, в декабре у нас была эта конференция, и Союз женщин России объявил проект, значит, «Читающая мама, читающая семья». Вот так он правильно называется, да? А мы его тут маленечко по-другому перефразировали. Читаем всей семьей. И тоже подали заявку на грант, и будем по этому гранту работать, привлекать родителей, мам в основном, и деток читать книгу. А вот как можно заставить? В чём будет проявляться реализация проекта? Как вы будете собирать, заставлять, давай, два часа пошло, читай, сиди. Мы в конце апреля планируем привести тоже клуб, собрать мам и деток. Детки ходят в библиотеку, и библиотека очень проводит много мероприятий, но мы хотели бы и общественность привлечь, и мам, и если получится возможность, и пап тоже. Ну, с советом отцов мы работаем на эту тему, чтобы все семьёй читали. Я вот помню своё детство. У нас было принято в семье вслух читать книги. Вот я выросла в многодетной семье, у нас было пять девочек, папа читал вслух книги. Я помню многие книги, которые мы читали вслух семьёй. Он смог вот таким примером вас заинтересовать, скажите? Да, сегодня я хочу сказать моей семье, моя дочь, вот хотя в первый класс пошёл внук, он читает хорошо уже, но ему нравится, когда читает мама, и она с ним вместе читает книги. Ну, конечно, хорошо этот компьютер, хорошо этот гаджет, но утрачиваем постепенно мы то вот это общение с книгой и общение с друг другом. Когда читаешь книгу, ты же ещё общаешься с коллегой, с ребёнком, со своим сверстником общаешься. Да, вы мне навели. Я могу предположить, что вы не смотрели этот фильм «Первому игроку приготовиться». Там, значит, тоже вся жизнь наша виртуальная, мы постоянно играем в игры и так далее, мы в компьютере. Значит, вторник и четверг был запрет. Ну, скажем так, в такое государство. Ну, наверное, это тоже работает. В семье можно тоже такие устои завести, почему бы и нет. Вы знаете, вообще, я, конечно, тоже, как все, вроде современный человек, но предпочитаю всегда личное общение. Они просто там тебе сбросили на WhatsApp информацию. Она нужна в какой-то острой ситуации, но личное общение не замечу. Но лучше позвонить. Конечно. Альбина Михайловна, куда можно нашим женщинам, а может быть даже и папам, которые хотят присоединиться к Союзу Пап, обратиться, может быть, сайт какой-то дадите, номер телефона. Телефон у меня 25-22-91. Можно позвонить в любое время, я всегда доступна. И все вопросы решить, какие понадобятся. Ну, вот последнюю встречу мы с женщинами проводили. Поступили вопросы, я буду их решать. Ну, вот записала один вопрос психолога нужной одной женщине, один вопрос записала по детскому саду, и один вопрос именно коммунального направления. это, буду разговаривать, по дворовой территории вновь построенного дома. Обращайтесь к телефону, вы видите сейчас внизу. Спасибо вам большое, Альбина Михайловна. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альбина Михайловна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова